Это уже вокалисты. Члены жюри фестиваля конкурса музыкального искусства татарского народа уже прослушали участников номинации «Народные инструменты». Впереди фортепиано, оркестровые инструменты и ансамбли. Критерии по самой высокой оценке и насколько они чувствуют, поскольку программа включена, включено исполнение произведений татарских композиторов, конечно, насколько они чувствуют и понимают мелодику и интонацию татарской музыки, что очень важно. Задача участников номинации «Вокал» – исполнить два произведения, одно на татарском. Подкупает не только старания детей и педагогов, язык достаточно сложный, но и то, как каждый из них подошел к сценическому образу. Я буду петь песню «Необыкновенные глаза» и «Эх, караб туру лары». Песню мне помогал учить Оксана Васильевна, это мой учитель, и Ксения Сергеевна, это концертмейстер. Ну, песня – это не очень сложная, а «Необыкновенные глаза» очень сложная, но учили мы ее недолго. «Эх, караб туру лары» значит такое красивое платье и похвала, к примеру, красивые волосы или красивые глаза. Татарскую песню мне было учить достаточно просто, я ее выучил за недели-полторы. «Бызу роман, ну за бызлатый мерчонос из дырып». Стартовал фестиваль около 10 лет назад, сначала в Нарофоминске, затем еще в нескольких городах Подмосковья, сегодня в Орехово-Зуеве. Организаторы отмечают, что с каждым годом география участников расширяется, растет и их количество. «Была заявка, одна заявка поступала, вы не поверите, из Вероны, итальянской Вероны. Понимаете, и в последний момент там девочка тоже пианистка, не должна приехать с родителями, с родителями. Ну, у всех какие-то проблемы, да, они слезно извинились, у них тоже конкурс, тоже она там выступает, и главный конкурс у них из России». «Особая гордость, что второй год подряд городской округ Орехово-Зуево имеет честь принимать фестиваль такого формата и такого ранга. Российская Федерация у нас многонациональное государство, и поэтому я очень рада, что именно жители городского округа Орехово-Зуево познакомятся с таким ярким и красивой, с такой яркой и красивой частью культуры России, как культуры татарского народа». Замечательные детки к нам приехали из Казахстана. «Из Татарстана». И вы знаете, сегодня мы встречались вот с педагогом из Казахстана, я им рассказала о том, что у Варвары Адриана Гайгерова, да, композитора, которая в нашем городе родилась, ведь она в годы сталинских репрессий отбивала ссылку в Казахстане, и у нас хранятся материалы оттуда, огромное количество писем, их это очень заинтересовало. Они сказали, вы обязательно приезжайте, потому что мы собирались вот в те места, где, как ей, так сказать, по несчастью довелось побывать, но это не отменяет вот нашей дружбы и об этом тоже разговора. И вообще, вот, знаете, вот каждый раз какие-то новые открываются горизонты. Фестиваль длился не один день. Организаторы подготовили для всех желающих и мастер-классы. Среди вокалистов гран-при у Максима Ержан, Республика Казахстан, первое место у Арины Колесниковой, Инессы Узловой и эстрадного хора МП-3. Все эти участники из Орехова Зуева. Раз, два. Раз, два.